17 лет назад Еще не заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике Но уже чемпионка Европы и страны 18-летняя Нелли Ким Летним утром позировала на съемках Фильм о самой себе В окрестностях родного Чемкента Ким Многократная чемпионка мира Олимпийских игр по гимнастике Была необычайно популярна Нелли обладала своим почерком Своей манерой Что и отличало ее от таких суперзвезд женской гимнастики Какой-то формулы и Людмила Турищина Очень женственная И в то же время виртуозная Решительная, собранная, надежная Она могла победить в любом виде В наговоре И много, много раз убеждала Не случайно в сборную ее Как правило, ставили первым Забойщиком Однажды написанная о ней Железная Надолго попала в спортивные репортажи Железная, не железная А вот отковала на свою судьбу Сама И славу обрывает Не только в пределах Отечества В 1989 году Мелли неожиданно получила приглашение Из Южной Карибы В Сиул полетела уже во второй раз Годом раньше им была там на Олимпиаде В качестве судей На этот раз ее ждала работа тренер Олимпиаде Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал шокирована тем приемом, какой они мне сделали. Я не ожидала, во-первых, хотя бы меня кто-то предупредил, меня буквально снесли, вынесли из самолета на руках. Это толпа журналистов, которая налетела до меня, и тут же пресс-конкуренция после этого 12-часового перелета. Я не готова была морально, но я, конечно, приятно была, удивлена. Сюда приезжают многие спортивные звезды, но не всех так встречают. Ну, у меня же папа кореец, и фамилия у меня Акима. Аким у них переводится как золотой, знаете. И почему вся династия королевская, первая династия была Аким? Начали докапываться, какие корни там, из какого я рода, из какого района страны мои предки. Копались, копались, докопались, что я из той вот королевской отпрыска. Так вот, меня там даже в 89-м году короновали. Ты вот у нас гимнастическая королева, и вот мы тебя, значит, принимаем в эту королевскую семью. Я говорю, я согласна, я с удовольствием. Так. Вот. Ну, и показали, конечно, все эти дворцы, все эти, как их назвать? Могильники. Могильники, да, вот этих всех королей за все эти столетия. Очень впечатляющие. Вообще, вообще, очень интересная страна, уникальная, я считаю. У нее очень популярные в Корее фамилии. Ее носит у нас большая группа, несколько миллионов жителей. Они не воспринимали Нелли Ким как иностранка. Для них она была такая же кореянка, а также очень знаменитая спортивная звезда. Они с большим сочувствием относятся к корейцам, живущим здесь, в России, вдали от родины, предков. В Корее имеются так называемые семейные сайты. И я повторяю снова и снова, что семья Ким – вторая по величине в нашей стране. Неудивительно, что она оказала Нелли такую поддержку. Когда мы вместе с Южно-Корейской Федерацией гимнастики пригласили Нелли Ким в Олимпийский Сеул как тренера на один год, то были просто удивлены ее успехом. До приезда на Нелли Ким у нас всего одна тысяча студенток занималась спортивной гимнастикой. А теперь после ее отъезда более пяти тысяч. Потому что каждый из них хочет быть Нелли Ким. Второй Нелли Ким. Гимнастика была забытой в этом спорте. Работа Нелли Ким оживила гимнастику. Дала возможность обнаружить одну прекрасную вещь. Гимнастика – это настоящее искусство. И сейчас в Корее вокруг гимнастики очень многожелательная атмосфера. А Нелли Ким стала своего рода национальной героиней. Я на свою судьбу не жалуюсь. Я не могу сказать, что я вот прям счастливая куда-то, я не хочу себя гладить, как говорится. Ну, конечно, черные полосы бывают и достаточные бывают. Ну, а так в спорте я почти все сделала. Ну, немножечко не хватило. Ну, опять же, с какой стороны на это смотреть, от чего отталкиваться. В жизни, слава Богу, семья у меня, муж, дочка. Работаю я гос-тренером, тренером сборной команды Белоруссии, старшим. Вот тут, конечно, я не могу сказать, что в работе я счастлива, и что я получаю удовлетворение. Никакого я не получаю, к сожалению. Вот здесь я несчастна. Не получается никак, а годы уходят, и время уходит. Я не могу сделать ту сборную, какую я вижу, и какую бы я хотела сделать. Вы пришли в гимнастику, ну, судя по тем многочисленным материалам, которые были опубликованы в прессе, 12-летней девочкой? Нет. Нет. Значит, ошибка в прессе. С 9-летней я пришла. С 9-летней? Да. Вы учились тогда в каком? В третьем классе. Совершенно случайно попала. Я в сборной молодежной, юниорской, была 72-го года. 72-го, да. А в взрослой сборной я была уже 74-го, да, вернее, конец 73-го года, перед чемпионатом мира в арт. Да, вот именно где-то 74-го года можно сказать, что я довольно стремительно пошла вверх по ступенькам. Положив руку на сердце, я могу сказать, что мне крупно повезло с моим тренером, с Байдином. Почему? Вот это был в большом смысле слово педагог, настоящий. Он именно воспитывал не именно спортсмена высокого класса, а именно и человека. Байдин вот именно, он мягкий человек был. И вы знаете, вот у меня вообще, я никогда вот не стремилась быть первой. У меня как-то все само собой шло. И здесь заслуга опять же его. Он говорит, Мэль, ну не переживай, ну не будешь ты первой. Ну что, ну это, жизнь не кончается после этого. И вообще-то что, как он, его любимое выражение, говорит, ты что, корову проиграла? А после того, как я закончила большой спорт, 23 года, это немаловажный момент, потому что я уже была состоявшейся личностью, устоявшейся личностью такой. То есть три года, будучи замужем, вы продолжали выступать. Это уже подвиг, мне кажется. Ну, в общем-то, для гимнастики, да. Пять дней, наполненных эмоциями тысячи зрителей. Пять дней острой сюжетной борьбы в московском дворце спорта за звание олимпийских чемпионов. В этом рассказе нет спортивной интриги. Нас интересует другое. Гимнастика 80. Какая она? Что определяет тенденции ее развития? Это лучше всего было видно в упражнениях лидеров на олимпийском помосте. Представители спортивной юности страны пришли сюда выразить свою благодарность партии и правительству, советскому народу, Леониду Ильичу Брежневу, за постоянную отеческую заботу о коммунистическом воспитании молодежи, о развитии физической культуры и спорта. Эту благодарность от имени всех участников праздника, всех советских спортсменов, выразила олимпийская чемпионка Нелли Кин. Какой самый очень драматичный момент в жизни вы считаете был? Можете вы представить такой вариант, допустим, что на Олимпиаде в Москве у себя дома, когда я начинаю делать вольные упражнения, у меня вдруг прерывается музыка на средине, не на средине, а в начале. Я, ну вы представляете, как это настроится на двойное сальто в тот момент, и вдруг прерывается музыка. Это фонограмма или аккомпаника? Фонограмма. Я останавливаюсь, возвращаюсь назад. Что такое? Ну, случайность, допустим. Я, слава богу, собралась и все это сделаю. Второй день, когда идет соревнование по многоборию, происходит то же самое. Вы знаете, что это... Ну, я тут есть подноготная своя, и люди, которые это слышат, они прекрасно знают, кто это сделал, и пусть им будет стыдно. Вот. Ну, и я считаю, что это повлияло на мой результат. Меня, в принципе, могли судьи за это уже сразу наказать в полбала, но они, в общем-то, довольно отнеслись ко мне с пониманием. И я выхожу в финал с первым результатом. Я подхожу к президенту нашей федерации гимнастики Титову и говорю, Юрий Влампич, а моего тренера под помост не пускали. Я говорю, если в третий раз повторится такое, то с кого у меня спросить? Вообще, что это за дела? У себя в стране, у меня такой беспорядок, и я не могу вольное упражнение сделать. И, вы знаете, он говорит, а что, у тебя разве первый результат? У меня был в финале первый результат, представляете? Я делила его, Игорь Малыч, меня это так ударило, вы знаете, это было ужасно. Короче, я пошла в раздевалку, иногда интриги, я пошла в раздевалку, села вот так вот, там идет разминка, у меня вот такая распухшая нога болит. Я сижу, у меня реву, потому что мне настолько обидно, что за страну обидно, за то, что вот я положила столько сил, и я вот так вот, мне говорят, а что, у тебя первый результат, что ли? Бывают даже такие варианты, что даже на тех же Олимпийских играх предлагают уступить место другому спортсмену из дружественной нам страны, чтобы ему, страну, принести очко какое-то, понимаете? И мне такое было предложено. Я подхожу к президенту нашей федерации гимнастики Титова, Игорь Юрий Иванович. Я тоже решил кое о чем спросить президента Титова. Юрий Иванович, Я знал, что от вашего решения порой зависит распределение мест и, так сказать, медалей, и награды, и так далее. Я думал о том, как вам иногда порой тяжело принимать те или иные решения. И в этой связи, вот об этих решениях, приходилось ли вам идти на компромисс иногда с самим собой, исходя из какой-то политической конъюнктуры? Ведь мы... Это не тайна, это есть, это было. С точки зрения советских спортсменов, в основном нас грабят. Нас грабили. То есть, что вы хотите сказать? Ну, нам медали, которые отрывали у нас. Мы достойны были больших достижений. Возможен ли вообще международный спорт без привкуса политики государственного и национального тщеславия? Кто вы имеете в виду подграбили? Вам вменял кто-то там сверху в обязанность недополучить, недобоевать? Нет, на народ план утверждали. Получить столько, ни больше, ни меньше. Если при этом получите меньше, то вообще, так сказать, голова с плечами. Что, вы имеете в виду судейские коллеги? Нет, это ЦК, КПСС, руководство коммунитета. Кто грабил? Нет, ограбили судьи. У нас это субъективная система. Это международное судейское представительство. Нас откажут страны по одному человеку. И, конечно, каждый хочет урвать. И поэтому они договариваются. И поэтому мне приходилось участвовать, почему, оперативно, потому что завтра будет поздно. И я, как президент, я являюсь председателем конкуренционного жюри. И если я просижу сейчас, и не докажу, я, конечно, привлекал коллектив к решению своих вопросов. Я не в одиночку менял, так сказать, какие-то позиции. Но все-таки я пытался доказать справедливости. А не было таких случаев, когда... А вот компромисс другой. По известной, так сказать, политической конъюнктуре закладывался сценарий, заранее закладывался сценарий, когда кто-то... Нет, мне нет. Когда из наших кто-то спортсменов приходилось ему, так сказать, занижать очки для того, чтобы, скажем, наш... наш товарищ, коллега, и, скажем, сборный из всех стран получал медаль. Нет, мне только связывали руки, связывали руки в борьбе за эту справедливость, когда, я откровенно скажу, когда Каманыч, после хорошей, нормальной, естественной победы в 76-м году, уже потом, так сказать, не могла выиграть. Мы нашли новые пути, так сказать, развития женской гимнастики. Когда мне, так сказать, связывали наши руки в политическом плане. Но такого вот политического отдай медаль тому, такого не было. Наоборот, отдали медаль, любым способом. Такого было бы. Юрий Лаврович. Такого было бы. От значка ГТО к олимпийской медали. Сколько батарей не приходили в бурганину на стол от таких спортивных спектаклей. Являвшийся непреложным аксессуаром и стал внутренней службой. Одной для всех грандиозной казани. На всем протяжении истории советского спорта уж так уж случилось, что советским спортсменам всегда отказывали в профессиональном статусе. И хоть ты, хоть как бейся, разбейся голову, у нас вокруг только одни спортивные инструкторы, студенты или военнослужащие. И все. Ну это ужасно, конечно. Но это было прикрытие всегда и всюду. Все мои любители были, которые проводили по 8 часов в зале. Ничего правды. Ну мы и правда были любители, которые, в общем-то, почти ничего и не имели от этого. Даже на пенсию не заработали. Слава, вот сейчас уже можем, хоть какую-то пенсию имеем. Ну а это было тоже прикрытие, как инструкторы. Ну какой же он токарь на заводе, если он постоянно в спортзале находит этот. Часто уже, так сказать, спустя многие годы, расскажите, ну можно было скопить достаточную сумму себе на черный день, то есть, ну скажем так, условно, на окончание спортивной карьеры, вот в спортивной гимнастике. Ведь никто же не знает, сколько за что, чего платили. Может, вы сейчас поделитесь этими секретами, если можно, конечно. Ну вообще, современная вот жизнь, это несоизмеримо, это копейки. Это свои пять олимпийских медалей, золотых, плюс там серебряная, плюс там мира золотых, пять, плюс там Европа и так далее, и союза масса медалей всяких. Вы знаете, ну, в общем-то, я не могу сказать, что мы очень обеспечены с мужем. Он как раз олимпийский чемпион по велоспорту на треке, значит, Московской Олимпиады. Ну, в общем, тогда золотая олимпийская медаль стоила 4 тысячи, минус подоходный, я неизвестно за что, за бездетность, которых мы не имели тогда детей возможности иметь. Я имела на руке, я получала где-то 3 200. За золотую? Да, за золотую медаль. Ну, соответственно, серебряная стоила... Ну, еще меньше, я, честно говоря, ну, 2 700, наверное, вот так вот где-то. Понятно. А чемпионат мира тогда была полторы тысячи, золотая медаль. Чемпионат Союза 300 рублей. Ну, и помнится, вы и двукратная олимпийская чемпионка. В пяти? Нет, в одной олимпиаде... Вы один раз только в 76-м году раньше выступали? Нет, 76-я олимпиада и Москва. А, так вот, в 76-м вы были... Три. Команда и два на снарядах. Да, да. Понятно. И в Москве одна команда и золотая опять вольные упражнения у меня были. Все понятно. Значит, вот с одной олимпиады вам заплатили, вы, скажем, 76-го года. Ну, ты сейчас, кстати, вспомнил. Ну, где-то 1012. 1012. Ну, для... Ну, конечно, для меня эти 10 тысяч, которые там в руках держали. прямо скажем. В общем, это сумма. Это сумма была тогда. Я даже так, это в такте села, сдачи мне не надо. Я довезли. Насколько я знаю, вы имеете очень высокую правительственную награду. Два ордена трудового красного знамени. Ну, видимо, когда мне будут давать пенсию, я что-то буду иметь. Неиссякаемую волю к победе в сочетании с высоким мастерством проявил на чемпионате мира киевлянин Юрий Титов. В многоборье Титов набрал наибольшую сумму баллов и впервые стал абсолютным чемпионом мира. История нашего спорта больше, чем в каком-либо другом спорте, я имею в виду другие страны, колоссальное количество изломанных, изуродованных, трагических судеб именно спортсменов экстра-классов, суперзвезд. Как бы вы могли объяснить вот эту проблему? В чем дело? Я думаю, что гипертрофирование произошло идеей служения государству. Потому что когда, если бы мы более гуманистичны были в своем отношении к спорту, отношении друг к другу, и в первую очередь бы ставили заботу о здоровье любого работника, в том числе спортсмена или тренера, то мы бы не ставили задачу побеждать любой ценой. И вот тут, видимо, такая вещь произошла. Во-первых, возделишивание идеи борьбы за медаль и преувеличение значения личности чемпиона в обществе, оно нас ослепляло. Оно было своим образом наркомания, что ли, у нас. Мы действительно думали, что мы великие люди страны. Может быть, так оно и считает. Но это я чувствую сейчас, что это было очень преувеличено. И когда нас и обеспечивали получше других, и нам говорили, какие мы хорошие, в то же время не заботились ни о образовании, в то же время, как я уже сказал, условия пребывания в спорт создавали уже предположение будущей болезни, травмы. И нам не подсказывали, что надо было, что это все кончится, и завтра надо начинать новую жизнь в начале. Когда нам внушали эти медали, что-то очень важно. Действительно, я готов был умереть. Я готов был травмировать у меня и боли были, и все. Мы замораживали ахиловые сухожилия, суставы, но мы лезли, потому что мы думали, что это действительно очень важно, что это последний рубеж, так сказать, вот как это наши отстаивали. Мы были все воспитаны на идеологии коммунизма, что мы все общество равных возможностей. Оказывается, мы, извините, покали, а наши деньги, наши, так сказать, успехи превращали в какие-то бытовые блага. Те, которые присосали к спорту. А мы-то верили. Я, оказывается, занимался тоже раздуванием вот этих вот мнимых ценностей. Я ведь тоже верил, что это нужно народу. на площади колонны трудящихся столицы. лучший боксер олимпийских игр в Токио Валерий Попенченко, Легкоатлет. Легкоатлет Валерий Прумев, штангист Леонид Коботинский. Орден за заботу это использовался. И как бы никто не рассказал спортсменам, что действительно это не гарантирует будущее успеха. К сожалению, звание это ничего не дает. Заслуженный мастер спорта СССР это вот положить в музей. Это удостоверение. А ведь даже в гостиницу спорт по этому званию не устроишься. Заслуженный мастер спорта это воздух. Вот в чем заключается феномен Титова как такого стабильного руководителя департамента советской гимнастики на протяжении многих многих и многих лет. Чем вы устраивали разных руководителей? У вас со всеми председателями складывались ровные отношения, полное взаимопонимание. Приходилось иногда и стучать кулаком. Я не был талантлив. Мне приходилось все брать большим трудом. И я благодарю за это. Потому что я очень много видел талантливых людей, которые благодарю судьбу. Павлов, например, я уважаю Павлова. Это был действительно масштабный человек. Но и тот же Павлов. Когда меня избрали президентом международной федерации, он сказал Юрий, ты знаешь, что президент, если он не будет отвечать задачам советского спорта, он может здорово заболеть и надолго. Многие из тех, кто выступал и те, кто потом заканчивал спорт и пытался прибиться к административной системе, спортивного управления, управленческого аппарата, они боялись прежде всего оказаться на обочине. Я скажу, что я и сейчас боюсь. На том и закончилась наша встреча с господином президентом. Официальная ситуация с профессиональным статусом в нашем спорте как-то уже более-менее что-то, по-моему, прорисовывается. Да, даже в гимнастике уже проводился в мае этого года чемпионат мира среди профессионалов. И если бы, допустим, я вот даже в тот момент вот эти соревнования проводились, мне кажется, я бы до сих пор еще выступала. На одном-двух снарядах я чувствовала в себе силы. И это хорошо. По крайней мере, ребята за то, что они столько сил положили, столько энергии. И, в общем-то, были у каждого наверняка все-таки те жертвы. Они хотя бы восполнят в материальном плане. И уже не будут думать о том, как же он потом будет жить, когда он закончится. Я думаю, вы знаете, наверное, и вы, и ваши подруги по сборной наверное, сейчас думают, господи, вот если бы мы сейчас выступали, да? Ой, ну, хоть бы 10 лет назад вернуть, да? И те же медали. Какие сейчас возможности, да? Вы сейчас так думаете, как же вам повезло, а, девчонки и мальчишки, которые сейчас выходят на помост. Вы поддержите отношения какие-то с вашими боевыми подругами по сборной союза образца 76-го года, 80-го года? Ведь там вы, по-моему, два поколения застали в сборной. Смена произошла. Даже три. Даже три. Я была из самых, так сказать, последних магикан, как меня называли за границей. До определенного времени я, конечно, поддерживалась со многими девчонками в связи. И на соревнованиях мы встречались, они судили, приезжали, и как-то так вот встречались, гости заезжали. Но сейчас я скажу вам, что 85% наверное всех их уже за границей работает. Серьезно? Да. Кого я имею в виду? Кого я имею в виду? И вот Эльвира Саади уехала работать, и Маша Филатова сейчас уехала, и, наверное, Наташа Шапошникова тоже поедет, и я знаю, Татьяна Щеголькова тоже работала, и Стелла Захарова тоже сейчас в Швеции. Ну, кто там? Ольга Корбат в Америке, Людмила Турища единственная вот пока, и я пока тут. Сейчас мы организуем прямой контакт между российскими и южнокорейскими спортивными федерациями, между олимпийскими организациями. Мы приглашаем их представителей с новыми программами, с показателями выступлений. Кроме того, моя компания пригласила персональ Нелли Ким как тренера для работы в школе аэробики. Главное, в качестве своего ассистента она привезет одну из ленгийских звезд. Это будет хороший бизнес. Она снова будет очень популярна в Корее и в том числе как тренер. как тренер. Как тренер. Как тренер. в гимнастике я работала. В прошлый год я готовила команду к азиатским играм. И довольно успешно они заняли третье место, обошли команду Японии, завоевали серебряную и бронзовую медали. Ну и получила я приглашение работать еще подольше там но к сожалению мой муж не может расстаться со своей работой и мне пришлось выбирать то ли муж и семья либо работа за границей. А проблем с языком у вас там не было? Вы знаете я английским владею достаточно для работы. Может быть вообще вам получить двойное гражданство? Не знаю конечно может быть в будущем кто его знает но я верю в город я вообще верю в судьбу Так вы вообще какой? Я лев А дочка ваша? А дочка у меня весы А муж? А муж у меня близнец Вот они очень Ну как вы показаны все друг другу Ну в общем-то совмещаемся Нормально довольно терпимо